Приветствую вас! Сегодня у нас сейчас, точнее, у нас вопрос без вопроса, да, то есть человек, вот, задает вопрос, но вопроса как такового нет. И здесь мне хочется, наверное, пару слов сказать про это, потому что, на мой взгляд, это не то чтобы такая фатальная проблема отсутствия вопроса. В психотерапии и взаимодействии клиента и психолога, вот, но я больше, наверное, хотел бы заострить внимание на значимости, назначению вопроса. Потому что, когда человек берет на себя ответственность, а это в первую очередь говорит о намерении человека меняться, о намерении человека расти, о намерении человека работать над собой. Когда человек берет ответственность, первое, что у него возникает, это вопрос. Потому что вопрос является первым шагом к изменению. Да, размышления очень важны. И размышления как интервенции необходимым. Но начинается все же все равно все. Как правило, с вопросом. И когда на начальном этапе взаимодействия такого рода вопроса нет, то ответ, собственно, приобретает странный вектор. Потому что вопрос, ответ может быть только на вопрос. А если вопроса нет, то у клиента, пускай и добросовестно, но появляется возможность интерпретировать по-разному, обратную связи психологу, как-то отклониться от обратной связи психолога. Сказать, что ему это не интересно, что он не бы хотел узнать и так далее. То есть, как видите, здесь ситуация такая складывается достаточно щепетильная. И мне бы хотелось, чтобы таких ситуаций в принципе не было. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы на первом этапе человек все-таки задавал вопрос. Особенно если вот приходит с какой-то проблемой. Потому что это позволяет в рамках партнерства, это позволяет в рамках парадигмы каждого из специалистов понимать, в какую сторону клиент хочет двигаться и вообще взаимодействовать ли специалисту вот по тому вектору, который выбирает для себя клиент. Потому что если, например, речь стоит о том, речь идет о том, допустим, что мне делать, чтобы добиться там чего-то чего-то, то соответственно здесь подключаются психологи когнитивно-поведенческого подхода. Да, если человек хочет изменить другого человека или поменять там другого человека, то здесь идет соответствующая обратная связь. Если человек хочет разобраться в себе, здесь соответственно подключается к психологу другого подхода. Например, ну, например, гештальт подхода, да. Если человек хочет понять, допустим, смысл для себя какого-то явления, то тут соответственно подключаются психологи экзистенциального подхода. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вопрос и направленность как бы клиента в какую-то сторону позволяет уже хотя бы примерно очертить то, вот как с этим клиентом работать, да, в каком подходе, специалисты какого подхода могут помочь, специалисты какого подхода не могут. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые обращались, обращаются за помощью, чтобы они задавали вопрос или говорили, чего они хотят. То есть я хочу вот того-то, да. То есть чтобы была присомлена какая-то позиция здесь. Если этого нет, то как бы теряется время специалистов, теряется время клиента, потому что клиент, ну, вероятно, не получает того, что он хочет, если, например, отвечают специалистам одного подхода, а, там, условно говоря, клиенту нужны, там, ну, другие специалисты, да, вот. И понятно, что клиент этого знать не может, он не может знать, какой специалист ему нужен, какого подхода. Но клиент вполне может, вот, как раз, обозначиться в свою позицию, да, вот. И просто знать, что он хочет делать. То есть не просто вот, что делать, а что я хочу делать. Чего я хочу. Вот. И, соответственно, на этом можно дать какую-то обратную связь более превентивную, более направленную, а не общую. Вот. Очень важно понимать. Это будет для оптимизации полезной деятельности. Это будет хорошо сказываться на экономии времени, причем как одной, так и другой стороны. И это снизит процент недопонимания между клиентом и психологом. Вот. Поэтому убедительная просьба, если вы задаете вопрос, да, то, как бы, вот, ну, задавайте, собственно, вопрос, или обозначайте свою позицию, чего вы хотите. Вот. И, соответственно, уже на это получаете обратную связь. Дальше. Теперь после такого вот вступления небольшого, да, перейдем непосредственно к вопросу. Недавно я расстался с парнем. Да, у меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Пишет автор. Недавно я расстался с парнем и теперь представляю, как все будет дальше. Например, он еще не забыл обо мне, думает каждый день, что вот мы встретимся, он сразу все вспомнит, начнет писать меня я не прямую. И все в таком русле, будто я такая классная. Представляю, как он рассказывает обо мне своим друзьям, по типу, что я там самая лучшая, что он меня потерял и что скучает. И все это представляю каждый день. А что, если ему вообще на меня плевать и он живет своей жизнью? Точка. Это точно не исключено. Точка. Точка. Это точно. Собственно все. Вопросов есть? Нет? И, как бы, вопрос задается анонимно и, что человек хочет в этой ситуации? В себе разобраться, отношения с парнем вернуть, научиться отношения выстраивать. Чего человек хочет? Непонятно. Понимаете, да? И в этом ключе, как бы, вот, делать какой-то такой обзорный, да, ответ. То есть, типа, с этой точки зрения, с точки зрения разбора в себе, с точки зрения построения отношений, с точки зрения, там, решившего-то. Мощно, мощно. Но это долго. И зачем? Вот. Поэтому смотрите, какая штука получается здесь. Расставание – это травма. И, как любая травма, она вызывает какую-то реакцию. В вашем случае получилось так, автор вопроса, что вы реагируете, как бы, переносом. То есть, вы защищаетесь. Вы, как бы, защищаетесь от того, что, вероятно, вините себя за то, что вы расстались, или расставанием в целом воспринимаете, как вот то, что вы плохая. И, соответственно, избегая этого, избегая вот этого чувства, что я плохая, вы, собственно говоря, используете такую вот активность, как перенос. То есть, наделение реальности своими желаниями. По сути, вы бежите от реальности. По сути, вы через то, что описываете, убегаете от опыта расставания, от боли расставания. И это очень мешает вашему росту, развитию, лучшему пониманию себя. Начает вам двигаться дальше. Вы справедливо замечаете, что, может быть, ему вообще на меня плевать. Это правда. Такое может быть. Но это не главное. А главное то, что вам в этой ситуации ваша собственная жизнь получается не так интересна, как вот жизнь молодого человека. Вам важна оценка других людей. Вам важно быть классной. Но вам важно быть классной через оценку, опять же, других людей. То есть, вы свое стремление к признанию реализовываете вот так. Таким образом. Делая это, отталкиваясь, как бы, от других людей. И тем самым впадая от них в зависимость. Исключая при этом, что, во-первых, стремясь к признанию, можно, в принципе, получать отказ. И это нормально. И забывая, конечно, точнее, ну, не замечаю, забывая, а не замечаю, того, что признание как потребность в данном случае детерминировано некоторыми навязанными вам, ну, скажем так, фонариками. То есть, я добилась признания только если двадцать человек сказали мне, что я хороший. Ну, например, почему, вот, тут, как бы, тут, как бы, вот, вопрос такой, да? Почему именно двадцать человек, вот, ну, вот, такой вот вопрос нужно, как мне кажется, задать себе. Почему именно двадцать человек, почему не, ну, как бы, вот, почему не тридцать человек, да, не, там, не знаю, ну, не сорок человек, вот. Почему именно двадцать, вот, и то же самое, в принципе, ну, вот, такая еще история происходит и вот в данном контексте, то есть в контексте вот того, что вы говорите, а именно, что если меня бросил, вот, ну, мужчина, мужчина, да, вот, если он меня бросил, то, значит, соответственно, я, вот, плохая какая-то, да, вот, чего-то, ну, чего-то со мной не так, что-то со мной, вот, плохо, и вот, как бы, тонкость вся она в этом, в принципе, ну, в принципе заключается, проблема основная. Вот, то есть это, по сути, история про вашу зависимость от, вот, мне, ну, от мнения других людей, зависимость от оценки других людей, в данном случае, к сожалению. И, в общем-то, я не думаю, что, я не думаю, что, открою вам истину и скажу, что это деструктивный путь. Вот, и, собственно, всё, как бы, из этого прямо вытекает, как мне кажется, как бы, ну, запрос на психотерапию по, вот, значит, исследование себя по высвобождению своих ценностей, по высвобождению своей природы, по, как бы, реализации её выражения, её размещения, её в контакте с другими людьми, в том числе, и вот, соответственно, уже, как бы, на основании этого, вот, ну, в какой-то степени, да, на основании этого, это, в общем-то, в целом выстраивание, ну, немножечко новых отношений с людьми, с, ну, вот, с собой, да, и так далее. А, ну, пока что, пока что, я бы сказал, что, вот, ничего такого у вас нет, ничего такого вы не делаете, и, вот, по этой, по этой причине вам так тяжело, по этой причине вам так трудно, и по этой причине вы вынуждены, вот, ну, хотя бы, вот, в своих фантазиях, да, как-то, вот, компенсировать, вот, потребность эту, вот, то есть, то есть, как бы, сама потребность, да, она, ну, нормальная, то есть, у нее нет ничего плохого потребности при признании, вот, а при том, что средства, которые вы для этого используете, являются, к сожалению, очень ютилитарными, вот, очень эти средства, они детерминированы, как я уже сказал, социумом, они детерминированы социальной историей, вот, и, соответственно, делают вас очень свободны по этой причине, ну, вот. Вам в этой ситуации помочь можно и нужно, безусловно, вот, но уже зависит от вас, в какой-то степени, хотите ли вы, там, чтобы мы вам помогли, да, хотите ли вы, там, ну, работать, грубо говоря, в этом вот, ну, в этих направлениях или нет, и вообще, как бы, с чего вы хотите. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.